Вагоностроительное предприятие Вагоностроительное предприятие Кроме того, предприятие изготавливало авиационные бомбы и лафеты, опоры для артиллерийских орудий Конструкторское бюро Уралвагонзавода формировалось лучшими военными и гражданскими инженерами страны На оборонную промышленность были брошены все силы Вот на таких кульманах создавались чертежи абсолютно всех всемирно известных советских танков Это была тяжелая и скрупулезная работа, ведь для выпуска одного только Т-34 потребовалось 17 тысяч чертежей Ранние чертежи боевых машин создавались на батистовых кальках Тончайшая ткань обеспечивала самое долгосрочное хранение бесценных секретных материалов Но трудность заключалась в том, что чертежник не имел права на ошибку Стереть неверную линию с батиста, как с обычной бумаги, невозможно При малейшей погрешности всю работу приходилось начинать заново Даже далекому от оборонной сферы человеку интересно проследить Как с изменением самой тактики ведения войн рождаются принципиально новые конструкторские идеи Каждый выпущенный в Нижнем Тагиле танк был незаменим именно для своего времени Но, как показывает история военной промышленности, на пути создания машин нового поколения Предшественников современных инженеров неизбежно ждали не только победы, но и разочарования Вот старейший макет тяжелого танка Т-35, сконструированный в середине 30-х годов прошлого века На примере такой модели авторы проекта могли наглядно продемонстрировать соотношение башни, ходовой части, вооружения, а также принципы управления будущего танка И вот исторический парадокс Очень скоро создателям Т-35 пришлось признать свой просчет Массивный механизм с огромным экипажем 12 человек стал ошибкой разработчиков Слабая броня, огромные размеры и неповоротливость превращали Т-35 в отличную мишень для вражеской артиллерии Танк выпускался на Харьковском заводе Была изготовлена всего 61 серийная машина К началу войны Т-35 полностью морально устарел Вот это прототип современной компьютерной 3D-модели В альбоме 22 полупрозрачных листа За счет которых изображение, смотрите, действительно становится объемным Такие альбомы экипажи использовали как пособие по ремонту и эксплуатацию танка Ведь здесь отображены абсолютно все детали до последнего винта Для работы над этим проектом художников даже специально вызывали с фронта Их мастерство высоко оценило руководство страны Создатели уникального альбома наградили сталинской премией первой степени Окончание Второй мировой войны для Нижнего Тагила не стало завершением эпохи танкостроения В 1947 году в серию пошел Т-54, затем Т-55 Машина с упором на противоатомную защиту Для своего времени это была выдающаяся боевая техника По соседству с легендарным Т-34 модели, которые, участвуя в боях по всему свету Доказали свое превосходство над армией противника Современные российские танки сохраняют боевые традиции Огонь, броня, маневр воплотились в самом массовом танке конца 20 века Т-72 стал основой сухопутных войск десятков стран И вошел в книгу рекордов Гиннесса как танк с самым тяжелым вооружением в мире Т-72 серийно выпускался с 1974 по 1979 годы Масса 41 тонна, экипаж 3 человека Вооружение Пушка калибра 125 мм Спаренный пулемет 7,62 мм Зенитный пулемет 12,7 мм Защита от оружия массового поражения Мощность двигателя 780 лошадиных сил Максимальная скорость 60 км в час Оболочка лобовой части и башни представляет собой многослойные комбинированные броневые преграды Которые обеспечивают неуязвимость от большинства типов бронебойных подкалиберных И кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек Военная биография этой машины пестрит отчетами о модернизации В конце 70-х годов прошлого века на вооружение был принят образец Т-72А А спустя несколько лет Т-72Б Цех окончательной сборки появился на Уральском вагоностроительном заводе в начале 70-х годов прошлого века Это первый и единственный в мире конвейер по производству танков Практически полный цикл От выплавки крупных деталей до отгрузки заказчику Современные разработчики брони для российской армии также используют принцип конвейера По мнению инженеров, именно такой метод позволяет добиться максимальной скорости, качества и объемов столь наукоемкого производства На каждой позиции конвейера работает специалист-операционщик Который обладает большим опытом сборки и выполнения данной операции, чем специалист-универсал Это также дает возможность мобильности выполнения заказов Отлаженный многолетним опытом инженеров, заводской механизм работает как часы Хотя и в современном танкостроении есть манипуляции, которые не доверишь автомату Двигаясь по сборочной линии от одной группы специалистов к другой Сложный металлический организм танка наполняется жизненно важными органами Которые делают его идеальным, практически неуязвимым оружием Это один из самых ответственных этапов сборки танка, установка двигателя Далее специалисты вручную собирают на борту системы, которые обеспечивают бесперебойную работу сердца грозной машины В самых разных климатических условиях При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Хоть в суровом заполярье, хоть в жаркой пустыне Эра отечественного танкостроения насчитывает почти 100 лет Первая российская машина, получившая название «Борец за свободу» товарищ Ленин В 1920 году сошла со степелей завода «Красная Сормова» в Нижнем Новгороде Спустя век на Урале создают уже около десятка наименований бронетанковых механизмов В этих цехах производят всю современную российскую военную технику, известную во всем мире Причем не только легендарные танки, но и машины боевой и технической поддержки Но прежде чем на кузов будет нанесен последний слой краски, каждый из них проходит не один этап испытаний На протяжении двух-трех дней контролеры проверяют все электронные и механические системы Еще до того, как вывести только что собранную технику на полигон В этой части цеха тестируют гордость современных уральских конструкторов Многоцелевую, высокозащищенную гусеничную машину огневой поддержки Подчеркивая боевые качества, разработчики так и назвали свое детище – терминатор Воевая машина поддержки танков, уникальная разработка корпорации «Ураловгонзавод», не имеющая аналогов в мире Большой спектр применения данной машины, есть возможность сопровождения колонн, также ведения огня на поле боя Имеет возможность борьбы с пехотой противника, с бронированной техникой и также для борьбы с воздушными целями противника Масса – 48 тонн, экипаж – 5 человек Вооружение – 2 автоматические пушки, калибра 30 мм, скорострельность 600 выстрелов в минуту Комплекс управляемой системы атака, пулемет, автоматический гранатомет Скорость движения – 60 км в час Вот она – движущая сила современной армии Мощное вооружение, совершенные приборы управления огнем и высокая маневренность Разработчикам удалось создать абсолютно новый механизм для поражения пехоты, борьбы с вертолетами, а также низколетящими целями По сочетанию трех основных показателей – боевые характеристики, скорость производства и экономичность Одним из лучших танков современности признан Т-90 Этот танк оснащен автоматической системой защиты от сверхточного оружия – ракеты снарядов с головками самонаведения Танк Т-90С выпускается с 2001 года Масса – 46,5 тонн, экипаж – 3 человека Вооружение – пушка калибра 125 мм, спаренный пулемет, зенитный пулемет Управляемый ракетный комплекс с лазерной системой наведения Максимальная дальность стрельбы ракеты – 5000 метров Мощность двигателя – 1000 лошадиных сил Максимальная скорость – 65 км в час Глубина подводного вождения – 5 метров Представляя собой последнюю модификацию машин легендарного семейства танков Т-72 Т-90 воплотил в себе практически все лучшее, что было создано в отечественном танкостроении к началу 21 века Какова производительность завода? Сколько здесь работает сотрудников? Сколько специалистов задействовано в создании одного танка? Все это – секретная информация В 21 веке легендарный уральский вагоностроительный завод является лидером по производству бронетанковой техники в России Цель уничтожена Изначально построенный для мирного производства уральский завод стал легендой отрасли военной В мировую историю «Уралвагонзавод» вошел прежде всего как создатель знаменитого танка Т-34 Сыгравшего ключевую роль в исходе многих сражений Второй мировой войны С тех пор прошло много лет, но и сегодня предприятие – лидер поставок военной техники ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok